Такая акция проводится в Сергиевом Посадине впервые. Ее цель – научить детей правильно переходить через проезжую часть, а водителям напомнить, что они обязаны уступить дорогу пешеходам на зебре. Сегодня пешеходный переход у 21-й школы выбран сотрудниками ГИБДД не случайно. Для того, чтобы детей в первую очередь приучить, либо напомнить к правилам поведения себя на проезжей части, так как это самые уязвимые участники дорожного движения. В начале года всего на территории Сергиево-Посадского района было совершено 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали дети в возрасте до 16 лет. Основное количество происшествий, конечно, это все произошли в летний период, весенний-летний период. Основная категория участников дорожного движения является пешеходами, потому что либо ребенок нарушал правила дорожного движения при переходе через проезжую часть, будь то на запрещающий сигнал светофора, либо в неустановленном месте, но основная масса всех происшествий, конечно, произошла по вине водителей. В этот день сотрудники ГИБДД дарили маленьким участникам дорожного движения красочные памятки по правилам дорожного движения – линейки и светоотражатели, которые дети обязаны носить в темное время суток. Ты знаешь правила дорожного движения? Да, знаю. Ну-ка расскажи, какие знаешь правила? Я знаю, что если люди идут по пешеходному переходу, надо идти только, когда горит зеленый человечек, когда красный горит человечек, нельзя идти, потому что можно попасть в аварию. Когда горит красный свет, что нужно делать? Стоять. А когда зеленый? Это, бежать. А ты всегда соблюдаешь правила дорожного движения? Да. Для того, чтобы юные участники дорожного движения были заметными на дороге, мы дарим тебе вот такой значок, который будет светиться при свете фар, и ты, как юный пешеход, будешь заметна на дороге. Да. Договорились? О, сколько много нам. Спасибо. Спасибо, скажи. Спасибо. С началом учебного года вопрос о безопасном пути ребенка в школу и обратно как никогда актуален. Хотелось бы поздравить всех детей, которые пошли в школу, пошли в школу первый раз, поздравить родителей с тем, что проводятся такие праздничные мероприятия, проведенные как торжественные линейки. Пожелать всем соблюдение правил дорожного движения неукоснительно не только знать их на теории, но и постоянно применять их на практике. А детям задуматься о своей собственной безопасности и всегда соблюдать правила дорожного движения. Ирина Самойлова, Евгений Половинкин. День города.